Джон Бивер Трепет перед Богом Неделя шестая, день второй Страх, устраняющий другие страхи Мы живем в мире, полном бед и страха. Более того, Иисус говорит нам, что ситуация будет лишь усугубляться. Его описание того, что нас ждет впереди, отрезвляет. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Луки, 21 глава, стих 26 В чем же панацея? Господь серьезно предупредил меня не думать, как другие думают. Он сказал, Не называйте заговором все то, что называет заговором этот народ. Не бойтесь того, чего они боятся. Господа сил, его чтите свято. Его одного бойтесь, перед ним одним трепещите. Он сохранит вас. Исаий, 8 глава, стихи с 11 по 14 Перевод с английского Святой страх устраняет все другие страхи и тревоги, потому что подкреплен Божьим обещанием быть в безопасности. Остановитесь на мгновение и поразмышляйте об этой истине. Представьте себе, что всем вооруженным силам Соединенных Штатов приказано защищать вас. Каждый генерал информирует всех своих подчиненных офицеров, что вы высший приоритет и необходимо применить все возможные меры для сохранения вашей безопасности. Полный арсенал современного вооружения призван обеспечить вам защиту всюду, где бы вы ни находились и куда бы ни направлялись. Это почти невозможно представить, но если такое случится, я уверен, что вы чувствовали бы себя спокойно и уверенно. Однако это блекнет по сравнению с тем, что говорит всемогущий Бог. Я буду хранить вас. Неудивительно, что Библия говорит нам. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререканий языков. Псалом, 30 глава, стихи 19 и 20. Обетование щедрой благости, быть укрытым в убежище Божьего присутствия, быть в безопасности от тех, кто желает нам зла, дано не всем, но тем, кто боится Бога. На протяжении многих лет мы с Лизой терпели ложь, клевету, обвинения и угрозы в наш адрес. Я в шутку говорил своим друзьям, не вводите мое имя в поисковую строку Google, на вас обрушится огромное количество статей, обличающих меня. Но мы взяли за правило хранить молчание и не защищаться. Вместо этого мы передали все нападки тому, кого боимся, и стали свидетелями его постоянной защиты. Было нелегко. Случалось, что я буквально складывал ладони чашечкой и поднимал их вверх в молитвенном жесте в знак того, что передаю обвинения и угрозы Богу. Я кричал, «Отец, я отдаю это в твои руки. Пожалуйста, защити нас». Он никогда нас не подводил. Мы были свидетелями того, как святой страх защитил многих наших знакомых. Несколько лет назад я проповедовал в своем родном городе перед аудиторией 1500 человек. На служении многие обменяли свои страхи на страх Господень. На следующий вечер, когда мать с дочерью, которые были среди тех, кто откликнулся и освободился от страха, вернулись домой из магазина, их встретили трое мужчин, вооруженных ножами и пистолетами. Они сурово приказали им войти в дом. Вероятнее всего, намеревались обокрасть, изнасиловать и, может быть, даже убить обеих женщин. Позже мать сообщила, «Если бы не предыдущий вечер, я бы замерла от страха, потеряла дар речи и подчинилась бы их требованиям». Но, по ее словам, она проигнорировала их приказ войти в дом и тут же начала вслух молиться, чтобы Иисус спас их. «Уверенность, сила и покой во мне возрастали, пока я взывала к Богу». Мужчин начало трясти, и они твердо приказали ей прекратить молиться. В конце концов, их терпение лопнуло, и они в ярости стали кричать, «Хватит! Хватит молиться!» Они не были готовы к тому, чтобы встретить таких уверенных женщин. Бандиты пришли в замешательство, и пока они были сосредоточены на матери, дочь успела проскользнуть в дом и позвать на помощь. Когда мужчины вдруг осознали, что она исчезла, они бросились бежать. В том же году я служил в Хьюстоне, штат Техас. Еще одна молодая женщина обменяла свои страхи на святой страх. Через неделю после богослужения, когда она вышла из торгового центра и села в машину, она обнаружила на заднем сидении человека с ножом. Он сурово приказал ей ехать вперед. Но она не испугалась, а сразу стала, не останавливаясь, взывать к Иисусу. Они ехали несколько часов. Мужчина все это время требовал, чтобы она замолчала, но она отказывалась. Наконец он сказал «Останови машину». А когда она припарковалась, открыл заднюю дверь и скрылся. Однажды царь сирийский разгневался на пророка Елисея и послал за ним свою армию. Слуга Елисея первым увидел солдат, лошадей и колесницей. Он жутко испугался. Елисей сказал ему «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Четвертое царство, шестая глава, стихи шестнадцатый и семнадцатый. Господь открыл слуге глаза, и он увидел на горе множество ангельских коней и огненных колесниц. Иисус часто встречал толпы людей, которые собирали камни, чтобы бросить в него. Однажды толпа пыталась сбросить его со скалы. Но каждый раз, когда возникала угроза его жизни, он просто уходил невредимым. Луки, четвертая глава, стих двадцать девятый. Иоанна, восьмая глава, стих пятьдесят девятый. Глава десятая, стих тридцать девятый. Бог допускает боящемуся его человеку пройти через страдания только в том случае, если они дарованы свыше во славу Божью. Однако даже в таких ситуациях есть уверенность в святом страхе, которая исключает страх человеческий. Вспомните о трех еврейских юношах, которые предстали перед самым могущественным царем на земле, Навуходоносором, царем Вавилонским. Он изготовил огромного золотого идола и издал указ о том, что все люди должны склоняться перед ним всякий раз, когда услышат звуки музыки. Трое юношей боялись Бога и отказались взять на себя грех и подчиниться указу царя. Их привели к рассерженному Навуходоносору, который мог мгновенно бросить их в огненную печь. Боялись ли эти молодые люди? Я представлю вам самим ответить на этот вопрос. Но прежде обратите внимание, что они говорят разгневанному царю. «Если нас бросят в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавить нас от твоей руки, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь. Мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил». Даниила, 3 глава, стихи 17 и 18. Новый русский перевод. Какая уверенность! Они оставались спокойными и бесстрашными, хотя в Писании сказано. «Тогда Навуходоносор разозлился на Сидраха, Мисаха и Авденага, и его лицо исказилось от злости». Стих 19. Новый русский перевод. Эти парни боялись Бога и поэтому знали, что Он избавит их ценой либо жизни, либо смерти. Их бросили в печь, но они остались невредимыми, даже не почувствовали запаха дыма. Они оставались бесстрашными, даже если это грозило им смертью. У апостола Павла, человека, который очень боялся Бога, было такое же отношение. «Когда Ему грозила казнь, Он заявил, как всегда, так и теперь, я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть. Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение». Филиппийцам, 1 глава, стихи 20 и 21. Новый русский перевод. Почему смерть ради славы Христа лучше или, как написано в других переводах, гораздо лучше, чем жизнь? Страх Божий, который есть начало мудрости, просвещает нас, позволяя правильно смотреть на эту и следующую жизнь. Вот почему Иисус говорит «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Матфея, 10 глава, стих 28. «Много лет назад, когда я находился в поездке и нес служение, Бог обратился ко мне относительно моего страха за детей. Он сказал, «Джон, любой страх в твоей жизни выявляет только то, что ты еще не положил его под крест, ты все еще владеешь этой сферой своей жизни». Я покаялся в тот же вечер, полностью посвятил своих сыновей Богу и больше никогда не волновался за их безопасность. Страх Божий побуждает нас отдать все в руки Иисуса. Когда мы это делаем, мы живем в том, что многие сильно желают, но не могут найти в мире уверенности и свободе от страха». Редактор субтитров А.Семкин